Здравствуйте! В эфире программа «Город. Действующие лица». Меня зовут Алексей Шулепов. Сегодня мы с вами будем говорить о здоровье. Сегодня мы с вами будем говорить о профилактике легочных заболеваний. Гость нашей сегодняшней программы – пульмонолог краевой клинической больницы номер 1 Министерства здравоохранения Краснодарского края Оксана Башкова. Здравствуйте, Оксана Васильевна. Но наша программа имеет под собой определенную подоплеку в том отношении, что 14 октября – это день легочного здоровья. И нам показалось, что это хороший повод для того, чтобы поговорить о профилактике легочных заболеваний. Но прежде чем я начну задавать вам вопросы, давайте чуть больше узнаем об этом дне, по крайней мере, то, что мы нашли в интернете. Прошу. 14 октября – Всемирный день спирометрии и день легочного здоровья. Начиная с 2003 года более чем в 80 странах мира отмечается Всемирный день спирометрии. Некоторые страны приравнивают его к Дню легочного здоровья. Основная цель этого дня – проведение мероприятий, способствующих привлечению широких масс к регулярному обследованию органов дыхательной системы. Что в дальнейшем способствует ранней диагностике и выявлению бронхоабструктивных патологий и их последующему эффективному лечению. Спирометрия – это метод исследования функций внешнего дыхания, включающий в себя измерения объемных и скоростных показателей дыхания. Спирометрия используется для диагностики таких заболеваний, как бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, а также для оценки состояния аппарата дыхания при других заболеваниях и во время различных медицинских мероприятий. – Ну вот, такой ликбез у нас прошел. Если мы будем говорить именно о спирометрии, насколько это сложное исследование? Нужно ли какое-то специальное оборудование или в любой поликлинике тебе это обследование могут сделать? – Технически оно несложное, это исследование. Действительно, не в каждой поликлинике есть спирограф. Об этом нужно узнавать у своего врача по месту жительства в поликлинике. Но выполнить его несложно. И, в общем-то, само исследование занимает максимум 10 от сил и 15 минут, если вы все правильно выполняете, все, что вам говорит медсестра. Тут же интерпретация выдается. И, по большому счету, даже если нет врача-функционалиста, который бы мог оценить спирометрию, всегда или врач-терапевт, или врач-пульмонолог в состоянии понять, что конкретно там имеется в виду. – Тогда вот смотрите. И вот сейчас в материале это было сказано, что с 2003 года проводится, отмечается этот день спирометрии и легочного здоровья. То есть это исследование относительно молодой, я имею в виду, спирометрия? Или оно появилось давно? – Отмечая 14 октября, день здоровья и спирометрии, все же акцент делают на дне легочного здоровья непосредственно, дабы привлечь вообще внимание к болезням органов дыхания, потому что о них известно людям, пожалуй, не так много, как о болезнях сердца или онкологических заболеваниях. Они не на слуху, скажем прямо. А спирометрия – это тот метод, который позволяет доказать наличие абструктивных заболеваний, астмы или хронической абструктивной болезни легких. Поэтому, говоря об этом, мне все-таки следует акцент делать на легочном здоровье. – Сейчас мы отдельно об этом поговорим. И то, что касается легочных заболеваний, вот я в последнее время с этим сталкиваюсь довольно часто. Опять же, пока готовился к этой программе, там шерстил интернет, очень много различных высказываний в том отношении, ну, какие могут быть лекарства, да, какая традиционная медицина, там, я не знаю, лекарственными каплями или ингаляциями можно вылечить легкие. И вот народные методы, вот там, я не знаю, травки, вот там подышал этим, подышал тем, попил каких-то отваров, вот, пожалуйста, вот так надо лечиться, все так лечились. Насколько народная медицина может, скажем так, вылечить современные болезни, относящиеся к легочным? – Народная медицина и доказательная медицина современная, их нельзя между собой сравнивать. Они-то все-таки разные вещи. Вот, поэтому говорить, что лучше, а что хуже, ну, практически невозможно. Они по-разному воздействуют на организм человека, и ждать вообще такого же эффекта от народных средств, как и от официальной медицины, неправомочно. – Тогда, опять же, если, ну, я достаточно часто в последнее время встречаюсь с вашими коллегами, и из разных областей, да, не только связанных там с лёдочными заболеваниями, не только пульмонологов, но вот все говорят, да, наверное, можно использовать некую народную медицину, некие там препараты и так далее, но очень важно, чтобы за этим наблюдал врач. Очень важно, чтобы врач понимал, да, что он тебе прописал, что ты ещё, чем ты ещё пользуешься, и чтобы он за этим наблюдал. То есть вы тоже придерживаетесь такой точки зрения? – Конечно. Я вообще придерживаюсь такой точки зрения, что если у человека появляются какие-то проблемы со здоровьем, то ему надо прежде всего определиться, какого происхождения эти проблемы. Поэтому без врача этого сделать нельзя, к сожалению. Поэтому почему вообще люди занимаются самолечением, и вот к народной медицине обращаются, потому что они не идут к врачу, а всё черпают они из просторов интернета, где информация всегда... – Ещё соседки иногда советуют. – Да, да, и фельдшер в аптеке. Ну, в общем, разные источники, кто угодно, только не врач. Вот, это первая ошибка. Первая ошибка, потому что только врач вообще способен понять, нужны там какие-то специальные средства, или это действительно можно какими-то народными средствами нивелировать, понимаете. Поэтому вот самое главное всё-таки – это не заниматься самодиагностикой и самолечением. У нас существует отличная система здравоохранения. Пожалуйста, обращайтесь в поликлинику к своему лечащему врачу, потому что каждый человек, прикреплённый к участку, он имеет своего врача. Вот, и поэтому думать, что вы брошены, и один на один с болезнью не нужно, конечно. – Здесь же есть другой ещё момент. Ну что, я здоровый почти там человек, что я сейчас пойду, что я буду отвлекать, да, там есть действительно больные люди, а я вот буду занимать время. Вот мы стесняемся иногда. – Ну, в таком случае не надо забывать о профилактических осмотрах. То есть раз в год обязательно следует выполнять флюорографию. И об этом поликлиники наши всегда напоминают. Вот, во всяком случае, на подъездах, я думаю, вы видели обращение, да, пойдёмте сделаем флюорографию. Ну, кто-то внемлет этому обращению. – А тогда вот смотрите, ещё один момент. Мы с вами вчера, когда обсуждали, что мы будем говорить сегодня здесь, в этой программе, я задал вам вопрос о том, что приходят ли к вам люди вот так вот, когда ничего не болит, ну вот в качестве профилактики, вы сказали перед началом программы сегодня, что не приходят. – Не приходят. То есть приходят тогда, когда уже действительно человек заболел, когда у него уже происходят какие-то изменения, он это чувствует. Но, как бы правильно сказать, а вот что должно произойти со мной, да, к чему я должен прислушаться, чтобы понять, о, у меня что-то начинается, давай-ка я лучше пораньше пойду к врачу. Ну, вот какие, я не знаю, там, покашливания, какие-то, не знаю, там, хрипы или что-то еще. – Ну, в контексте именно болезней органов дыхания, если мы об этом говорим, потому что я так понимаю, что надо, да, на это сделать упор, но если человек ведёт здоровый образ жизни, не курит, вовремя ложится спать, ест здоровую пищу, к которой относятся, ну, сложные углеводы, отсутствие какой-то рафинированной, слишком сладкой или слишком жирной пищи, да, умеренные стрессовые ситуации, потому что без стрессов сейчас никуда, это я понимаю, рекомендовать не нервничать бессмысленно. Вот. И если человек живёт обычной вот такой вот здоровой жизнью, конечно, появление любого какого-то нездоровья, а именно там какой-то вот немотивируемой слабости, возможно, утомляемости при обычной физической нагрузке, то, что раньше не доставляло никакого дискомфорта, а теперь вызывает трудности, конечно, это повод задуматься об этом. А наличие кашля хронического, конечно, это повод обращения к врачу. Наличие температуры повышенной тела, это, конечно же, повод обратиться к врачу. Эти симптомы ни в коем случае не должны оставаться без внимания. Ну, вообще, чтобы не бояться и не переживать, я же повторюсь, что профилактические осмотры никто не отменял. Один раз в год, пожалуйста, флюорография, общий анализ, кровоэлементарные обследования, которые не отнимают много времени, не отнимают много сил и затрат каких-то физических, они способны на самом деле предупредить развитие очень сложных заболеваний. Ну вот ещё, опять же, я вернусь к разговорам с вашими коллегами. Вот, допустим, то, что касается онкологии. И вот онкологи говорят, что если на ранней стадии, когда это первая стадия онкологии, или вторая, выявить заболевание, то там чуть ли не 98% гарантии, что человек вернётся к нормальному образу жизни, и болезнь можно остановить, купировать, можно совсем от неё избавиться. Если мы говорим о лёгочных заболеваниях, примерно такая же картина. Чем раньше ты обратился к врачу, чем раньше начали лечение, тем больше шансов, что ты выздоровел. Конечно, любое заболевание, чем раньше мы выявили, поставили диагноз правильный, и чем раньше начали правильное лечение, адекватное, тем, конечно, лучше успехи в лечении, это очевидные вещи, забывать об этом не надо. Но что касается болезни органов дыхания, те люди, которые курят, это очевидно вредная привычка, и отказываться от неё, конечно, необходимо. Но, мне кажется, существует у людей некое пренебрежение к этой рекомендации, потому как при попытке сказать, чтобы человек бросил курить, как правило, они все тоскливые лица у них становятся, они подкатывают глаза и думают, ну вот, опять начинается. Ну что вы мне об этом говорите? Ну что, все об этом знают, и, в общем, они не относятся серьёзно к этой рекомендации. А это действительно самый главный фактор риска развития такой серьёзной болезни, как хроническая, обструктивная болезнь лёгких. Я бы даже сказала, что это непосредственная её причина развития. Другой момент. Ну вот сейчас в нашей стране началась кампания по борьбе с курением, в том числе, я имею в виду с курением в общественных местах, в подъездах и так далее. А вы на своей работе уже ощутили результаты этой борьбы, результаты этой работы. Стало ли у вас меньше пациентов, которые курят и которые приходят к вам, именно потому, что они заболели в результате курения? Или пока очень мало времени ещё прошло? Во-первых, очень мало времени прошло. Во-вторых, человека, который хочет курить и не собирается бросать, по-моему, никакие запреты не могут остановить. Поэтому им совершенно всё равно, где это делать. И запретили на улице, они это делают дома, или на балконах, или ещё где-то. Но, в общем-то, проблема от этого пока что не уменьшилась. Возможно, это изменится со временем. Я искренне на это надеюсь, но мне очень нравится, что нашему государству не всё равно, что наши люди курят. И, конечно, я искренне поддерживаю всю эту антитабачную кампанию. И всем своим больным рекомендую сразу отказаться от курения, как бы это банально ни звучало. А если мы сейчас говорим не о сигаретах, а вот об этих новомодных всевозможных гаджетах для курения, шить электронные сигареты, все это говорят. Но, опять же, та же самая реклама говорит, что это намного безопаснее, нежели... Ну, видите, дьявол в мелочах, как говорится. Они же не говорят, что они безвредные, эти средства. Они говорят о том, что это менее вредно. Но как можно говорить об этом, что менее вредно, что более вредно? А факт остаётся фактом, это вредно, это наносит вред и бронхам нашим, да. И, в общем-то, как бы это повреждает стенку бронхов. И какой бы там этот фактор раздражающий ни был, будь это никотин или любое другое токсическое вещество, которое способно нанести вот непосредственное... оказать непосредственное влияние на стенку бронха и вызвать это хроническое воспаление, которое в итоге приведёт к хронической обструктивной болезни. Нелёгких, наверное, не имеет же особого значения. Поэтому я бы не стала рекомендовать это как альтернативу никогда. Вот, давайте сейчас поговорим отдельно о хронической обструктивной болезни лёгких. И прежде чем я начну, опять же, вам задавать вопросы, мы попытались разобраться, что же это такое. И вот результаты наших разборок мы сейчас увидим. Прошу. Хобл или хроническая обструктивная болезнь лёгких – это хроническое воспалительное заболевание, для которого характерно устойчивое нарушение движение воздушного потока из лёгких. Это недостаточно диагностируемая, угрожающая жизни болезнь лёгких, препятствующая нормальному дыханию и полностью неизлечимая. Лечение позволяет только замедлить развитие болезни. Сегодня в мире насчитывается более 600 миллионов людей, страдающих хобл. По данным официальной статистики, диагноз хобл поставлен лишь 1% россиян. Насколько хуже ситуация на самом деле, показало первое международное эпидемиологическое исследование, посвящённое изучению распространения хронических заболеваний органов дыхания в России. Симптомы хобл выявили более чем у 15% россиян, но эксперты считают, что реальная заболеваемость ещё выше. Каждые 10 секунд хобл убивает одного человека в мире. При этом врачи даже в Европе и США успевают диагностировать лишь каждый третий случай этой болезни. Распространённость хобл неуклонно увеличивается, причём у женщин гораздо быстрее, чем у мужчин. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году хобл станет третьей по значимости причиной смерти в мире. Ну вот на самом деле, то, что сейчас мы услышали, ну довольно страшные это ведь на самом деле вещи. Вот здесь вот первое, что меня поражает, невозможно полностью вылечить, только можно замедлить болезнь. Да, хобл — это заболевание с неуклонно прогрессирующим течением. Остановить эту прогрессию практически невозможно, но это нужно делать, это можно, и без лечения это заболевание прогрессирует очень быстро и заканчивается фатально. Всё заканчивается дыхательной недостаточностью, и, к сожалению, пациенты погибают. Подождите, тогда получается то, о чём мы говорили в первой части программы, чем раньше поставят диагноз, тем, значит, быстрее начнут купировать это заболевание, тем больше, что называется, человеку. Продолжительность жизни увеличивается, естественно, и качество жизни, самое главное, увеличивается. Своевременный отказ от курения обеспечивает лучшую, ну, скажем так, грубо восприимчивость человека к лекарственной терапии, потому что часть препаратов, она не настолько эффективна у курящих больных, нежели чем у бросивших курить, и поэтому это важный момент, это первое. Второе, эта болезнь действительно плохо диагностируется, вовсе не потому, что несовершенные методы диагностики, а потому что больные обращаются тогда, когда у них развивается такой симптом, как одышка. Вот, а этот симптом развивается уже на поздних стадиях. На ранних стадиях человека, кроме привычного кашля, по утрам больше ничего не беспокоит, а курильщики, как правило, воспринимают это как норму жизни. Они это не считают заболеванием и никогда к врачу по этому поводу не обращаются, а идут уже тогда, когда есть серьезные симптомы, поэтому на поздних стадиях ставится этот диагноз из-за этого. А вот эта вот фраза, которая была в самом конце о том, что к 2030 году Хоббул станет третьей по значимости причин смерти заболеваний, то есть это получается там онкология и сердечно-сосудистая система, и вот оно, легочное заболевание, в данном случае Хоббул. Ну, помимо, конечно, потому что Хоббул вызывается курением, прежде всего, да, повсеместно распространена эта привычка, и остановить это невозможно, потому что это влияние, прежде всего, общества, понятие моды на эту привычку, и у подростков поменять сознание, они так быстро, так быстро не получатся, потому что должно пройти все-таки несколько поколений, которые докажут, что это плохо. А во-вторых, это воздействие аэрополютантов, загрязнение окружающей среды. Это тоже фактор риска и причина развития хронической обструктивной болезни легких. Сейчас города наши распространяются, растут мегаполисы, поэтому как бы заболеваемость Хоббул растет еще в связи с этим. Еще один момент, если чуть-чуть отвлечься от того же самого Хоббул, да, я помню свое детство, я помню там свою юность, я помню вот то же самое, когда мы говорили о флюорографии, все боялись туберкулеза. Сейчас там слово туберкулез я практически не слышу. Все, мы победили эту болезнь, или она ушла несколько там на второй план, потому что вот мы стали говорить о Хоббул? Ну, я так скажу, совсем победить эту болезнь не удалось, хотя, конечно, определенные успехи достигнуты в лечении этого заболевания, но в связи с тем, что некоторые социальные группы населения, они не уделяют внимания здоровью своему, мягко говоря, вот, поэтому они не лечатся толком, и, естественно, из-за этого риск формирования микобактерий, которые были бы устойчивы к лечению, растет очень сильно, вот, но проблема эта никуда не девалась, и, в общем-то, благодаря вакцинации своевременной и флюорографии ежегодно это заболевание удалось придержать, тем более антибактериальная терапия, соответствующая, противотуберкулезная терапия, успехи были достигнуты определенные, да, этим всем, вот, комплекс этих мер позволил, как бы, несколько приостановить развитие этой болезни, вообще ее распространенность, но она никуда не делась. Да, поэтому флюорография ежегодная, это то, что мы должны помнить. Обязательно. Обязательно. Тогда, если подводить определенные итоги нашего с вами сегодняшнего разговора, я правильно понимаю, что, да, ну да, понятно, что за здоровьем нужно следить, но вот мы всю программу с вами говорили о том, что чем раньше ты узнал о проблемах своего здоровья, чем чаще ты приходишь просто на обследование к доктору, чем быстрее выявили там какие-то изменения в организме, тем больше шансов того, что ты сохранишь, ну, свой привычный образ жизни, и ты не запустишь этого. Конечно. Мы все время говорим о профилактике, получается. Совершенно верно, а без этого никак, никуда. Ведь самые элементарные правила, которые позволят сохранить какой-то базовый уровень здоровья в организме, они все известны, это высыпаться, вовремя ложиться спать, здоровое питание, дозированные физические нагрузки, а дозированное это сколько? Да, кстати, дозированное это сколько? А, между прочим, это 150 минут активности в неделю, не меньше. Мне кажется, это может сделать каждый, 150 минут в неделю, это совсем... 150 минут активности в неделю, распределенных вот или на каждый день, или это должно быть 2 часа в неделю. Такой интенсивный. Активные, интенсивные нагрузки, это то, что позволяет избежать развития ожирения. Это позволяет снизить цифры артериального давления, это доказанные факты. Это позволяет даже снизить уровень гликемии определенной. Поэтому дозированные физические нагрузки, это очень важный факт, наряду с правильным питанием. Но опять же, ты начинаешь дышать активнее, да, и легкие чистятся, и кислородом наполняются. Само понятия очистки легких во время интенсивных аэробных нагрузок не существует, но вместе с тем нужно и так говорить, конечно, и отказ от курения. Это вот простые, несложные вещи. На самом деле, вот такой ритм бешеной жизни, что людям даже эти вещи порой трудно выполнить, но от этого зависит очень многое. Я бы еще добавил, ну, не надо стесняться, зайдите к врачу, да, поговорите с ним, пройдите обследование. То же самое спирометрию, о которой мы говорили в самом начале программы. Да, все больные старше 40 лет, которые имеют вообще какие-то жалобы респираторные, а именно к ним относятся привычный кашель по утрам, они должны обратиться к врачу своему на предмет исключения хронической обструктивной болезни легких. Вот, и при обращении пожаловаться на кашель, указать, что они курят, и они будут направлены на спирографию. Если спирография укажет на какие-то изменения в вентиляционной функции, тогда уже, конечно, будет назначено лечение своевременное. Это... И появится большой шанс выздороветь. Конечно. Спасибо большое, Оксана Васильевна, что пришли и ответили на наш вопрос. Уважаемые телезрители, я еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорили о профилактике легочных заболеваний. А гостем нашей программы была пульмонолог краевой клинической больницы номер один Министерства здравоохранения Краснодарского края. Оксана Башко, еще раз большое спасибо. Ну и прежде чем попрощаться, напомню, что каждый четверг на нашем сайте tvkrasnodar.ru появляются темы наших ближайших программ. Вы можете оставлять свои вопросы, они обязательно прозвучат в эфире. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания.